Итак, всех приветствую, кто смотрит это видео в записи. Мы смотрим гранд-финал турнира Go for Overwatch Еврокап номер 2. Показали нам только что сетку. В финале будет играть команда Overwatch Kings против команды Ventus Overwatch. Ну вот, прошли там по сетке. Кстати, Overwatch Kings довольно уверены, они со счетом 2-0 выиграли что в четвертьфиналах, что в полуфиналах. И также уверенно, Ventus Overwatch победили в полуфиналах. Но вот в 1-4 встречались они с командой Preds, единственной командой из СНГ, которая дошла до такой довольно высокой стадии. И, соответственно, Ventus Overwatch победили наших ребят со счетом 2-1, проиграв на первой карте. Но сейчас нас ждет впереди гранд-финал. Я думаю, это будет очень интересно. Best of 5 будут играть, еще раз повторю, Overwatch Kings против Ventus Overwatch. Вот, и первая карта, насколько я понимаю, не пал. Да, первая карта Непал. Это карта контроль объекта. Здесь нужно сражаться за одну единственную точку. Можно сравнить этот режим с Царем Горы. Грубо говоря, нужно захватить один единственный объект двум командам. И вот они будут за него сражаться. По пикам пока еще ничего не понятно, но вот готовятся уже. Если ничего не поменяют, то у Ventus Overwatch они будут играть за синих. Будет у них два обезьяна, два Уинстона, два Макри, саппорт Люся и Заря, еще один, третий танк. Overwatch Kings. Немного у них отличается пик. У них также есть два Макри. Но вместо одного из двух обезьянов они взяли крысавчика. Детонин на нем будет играть. И встречаются у нас команды. Встречаются они все время на этом пятачке. Идет у нас борьба. Отвидит делает минус. Сам умирает. И кажется, Overwatch Kings забирают своих оппонентов. Да, здесь Рыб забирает Зарю. А именно Эвок... Эвок-Дже. Ну, видимо, Эвошке, только Эвок-Дже. И Overwatch Kings захватывает точку. Пошел у них. Пошли уже капать им проценты. Мишер играет на Люся. Дает он скилл своей команде. Врывается сюда обезьян. Держит точку. Почти перехватили ребята из Ventus Overwatch ее. Но немного им не хватило. И Сэнни на Макри с помощью флешки забирает... Помогает забрать Рыбу Зарю. А Детонин катится на своей шине. Шина катится, катится, катится. Мне кажется, ее сейчас сломают. Да, ее ломают. Слишком беспалевно она катилась по главному проходу. От Респа в Ventus Overwatch. И... Ох, ультовал здесь в Сэнни. Но МКЛ отлично делает М-. Прерывает ульту. Олба заходит, дает флешку. Сам умирает. Но МКЛ живет. Живее всех живых МКЛ. Дает еще флешку по Рыбу. Забирает третьего уже. Заходит на точку команда Ventus Overwatch. Идеальная игра от МКЛ. Но мне кажется, ему даже немного повезло в каком-то моменте, что у него осталось там считанное ХП, наверное, ХП-20. И поднял его Люсио. Минерал. Просто здорово, здорово зашли. Перехватили точку. 60% захват есть у Overwatch Kings. И процентики сейчас капают у Ventus. Пошла ульта от Рыба. Стянул он двоих. Забрала его команда трех уже героев. Ультует здесь Твиди. Раскидывает он Макри. Но не хватает урона. Не получилось у него сразу зажать. Макри в углу, да, чтобы урон дальше наносился. И все время приходилось его догонять. И при этом Макри умудрился его убить. Убили они друг друга. Есть четыре ультимативные способности у ребят из Ventus Overwatch, в то время как Overwatch Kings имеют только в своем распоряжении басы и полдень от Сэнни. Заходят на точку, перехватывают ее Ventus. Сэнни отлично убивает одного. Заряжает он ульту! Но флешку, флешку, идеальную флешку дает ему в ответ МКЛ. При этом все равно умирает. Троих героев забирают ребята из Ventus Overwatch. Здесь ультует Эдетониан, но успел убить он только Зарю. Потеряли опять точку Overwatch Kings. 99% у них, соответственно, им нужно только перехватить объект. Так, собирается красная команда в Месси. Хотят они заходить под ульту Олбы, но... Адетониан заходит в точку. Мне кажется, это было ошибкой, то, что отдали так легко Ventus Overwatch заход как бы на сам объект. Правда, Тетониан умер. Зэви. Зэйв. Простите, Зэйв. Имеет он ульту в распоряжении, и МКЛ делает минус 3. Все равно Overwatch Kings не смогли закрепиться на объекте, и у них осталось время только на одну атаку. Накопили они в прошлой атаке еще два... Точнее, потратили они ульты Олбы, и накопили они только ульт Твиди. Есть. У обезьяны один ульт. Олба что-то подвис, что ли? Непонятно. А нет, он, видимо, просто дождался, пока зайдет Маккри в спину. Ну, Олба есть у него ульта, но надо здесь избавиться от хвоста в виде Зари. Подкидывает вот так на стену Люсио. Пошла ульта от Рыба, но... Пошли уже овертаймы. Overwatch Kings при этом умудрились перехватить точку. А Тетониан ультует, убирает троих, убирает Люсио, Зарю и Уинстона, и тем самым перехватывает объект для красной команды, и Overwatch Kings выигрывает в первом раунде в этом... На карте Непал в финале турнира Go for Overwatch номер 2. После трансляции, если будет время, покажу трюки на Люсио, может что-то пригодится. Ну, хорошо, Мэндекс.Про. Единственное, у нас сейчас будет финал вот этого турнира Go for Overwatch от ESL, и потом еще будет турнир североамериканский. Ребята пишут насчет футбола. 1-0 Германия ведет, видимо, в игре с Украиной, но... Но, спойлер, сплиз, хэппи зерк. Хочет посмотреть потом эту запись этого матча. Сенни. Взял он снайпера на этой карте, в принципе, неплохо он здесь выглядит. Идут размены в центре карты, умирает по три героя со стороны каждой команды. И больше героев выживает у Вентуса Overwatch, соответственно, ведут они захват. И Сенни все-таки добрал минерала, ультует, видит он троих на точке. Почему-то не идет захват, видимо, кто-то еще стоит из Overwatch Kings на точке. Да, вот перехватили, откинули, они... Слушайте, авторитетом так задавили, убили двух игроков из коллектива Вентус Overwatch и взяли красные. Эту точку. Теперь ждут они атаки от соперников, которые будут пытаться выбить их с объекта. МКЛ. Есть у него ульта. Ультует, под боссами залетает, но ловит хэдшот от Сенни. Сенни. Неплохо он отыгрывает на снайпере. Вроде попал он по Маккри, но не хватило урона. К тому же попал в ноги. Ну, не в голову, скажем так. Твиди. Мало у него хп, нет у него ни ульты, ни способности все в откате, поэтому он решил отойти за хилочкой. К тому же команда его спокойно контролирует объект. Вот сейчас только начались проблемы. Заходит синяя команда на точку. Минерал имеет боссы. Раскидывает он там Маккри, Олба. Олба есть ульта. Но надо зайти так, чтобы не заметили его. И... Куда же ты отворачиваешься? Какой тайминг неприятный ловит Менетон для Олба и убивает его? Не знаю, почему он отвернулся. Видел же он и слышал наверняка его шаги. Видел он сначала по Волхаку от Цейни, который давал Вижн. А затем уже слышал шаги. И почему-то отвернулся в последний момент вот эта вот микроошибка. Ох, ультует здесь Кадетонин. Но боссы даются, защитные боссы от Вентус Увервотч. Живут они. Нет, умирают два героя. Три, четыре. Разваливаются здесь Вентус Увервотч. И остается в живых только МКЛ. Ждет он свою команду. 64% уже захвачено Увервотч Кингс. И у Вентусов осталась, наверное, только одна атака полноценная. Посмотрим, откуда они будут заходить. Они решили заходить с главного прохода. Ловят они ульту Рыба. Всех стягивает Заря в свой Блэкхолл. Он добивает дамагеры последнего героя, а именно Зарю, которая забежала на точку, которая избежала ульты, а именно Блэкхолла Рыба. И все, остается 5%. Здесь Мэнэттон умирает. И кажется... Нет, Увертаймы вызывают, смотрите, еще Растер на своем обезьяне. Но сейчас, мне кажется, их быстро убьют, потому что они здесь не всей команды. И такой вот конвейер, конвейер из трейсерок уже начинает пикать, чтобы добежать как можно быстрее до точки, но не получается. 1-0 в пользу Увервотч Кингс. На первой карте на Непале выигрывают они со счетом 2-0 по раундам. И сейчас покажут вот эту финальную ульту от Зари, которая поймала 5 героев команды Вентус Увервотч. Да, тут же дали, конечно, басы, там Люсио один дал басы, но этого было слишком мало, потому что там подошел близко и Маккри, и Адеттония на Жнеце, и, собственно, сам Рыб заливал туда. Еще сверху стоял Твиди на обезьяне, который заливал огромный АОЕ дэмэдж со своей плазматической пушки на Уинстоне. 1-0, и посмотрим, какая будет следующая карта сейчас. Возможно, нам даже расскажут об этом комментаторы. Ну, они обсуждают полуфинальную игру между Team No Team Name и Overwatch Kings, вот, которая у нас была до этого, но... Так, обнову с нерфом Маккри. Это, видимо, комментарии от Маздая. Да, насчет будущей обновы, ну, ждем, ждем, возможно, будут такие вот у нас изменения. Напомню, в конце июня планировали, ну, по крайней мере, обещали Близзарды на форумах везде, где только можно, что будет у нас обновы с контентом, с новым героем, с картами, с какими-то, возможно, балансными правками, и мы ждем, ждем и не дождемся этого обновления. Вторая карта у нас будет Нумбани, карта с захватом точки А и последующим продвижением груза до, соответственно, победного конца. Так, после трансляции это я уже видел. Да, это реально жестче, чем ютубыч. Да, потому что коротенькие видосики на Коубе, и можно смотреть, смотреть, смотреть. Надо менять ульту обезьяны на ручное управление, раскидывать, ибо это идиотизм. Ну, возможно, что-то как-то вот... Близзарды и хотели как-то поменять обезьяну, но... Не знаю, не знаю. Рыб. Играет он на своем красавчике сигнатурном. Поставил такие два капканчика. В защите Overwatch Kings играют без танка. Видели мы уже один раз такую стратегию на прошлом турнире. Взяли они Бастиона, взяли они Инженера, взяли Симметру. То есть у них как бы два Инженера, стационарная туретка в виде Бастиона, Саппорт и два дамагера. Это красавчик, который будет спамить в щиты Рейнхарту, который будет, если будет, заходить по главному проходу. А у команды, кстати, Вентус Overwatch, который играет в атаке, у них не будет Рейнхарт. И еще Макри. Вентус Overwatch взяли двух Генжи, Снайпера, Саппорта, Мерси и двух Уинстонов. Мэнатон сейчас будет делать джамп-шот. Не получился у него, видим, приземляется Вдова вниз. И заходит Генжи, ловит тут же Бастиона на Ешку, принимает. Но туретка, которая стояла на противоположной стороне, объясняет ему, что он не прав. Падает четыре героя защиты, но Олба на пару с туреткой от Твидди расправляются с атакующими героями. Олба берет хилочку и... Смотрите, вот три сотни ХП у Макри, да, под бафом, соответственно, Симметры. И взял он еще броню, которую дает Швед. Эх, сломали туретку, или переставил ее Олба на другой край, но тут же врывается красная команда на второй этаж, они запрыгнули легко и непринужденно. Олба кидает флешку в Уинстона, убивает его с помощью правой кнопки мыши, законтролил он спрей, попал всеми выстрелами и сейчас бежит добивать Снайпера. Добьет ли? Эх, не хватило немножко. А има не попал он под конец, но мог бы еще немного потянуть время для защиты для своей команды. Пошла очередная атака от красной команды, ух, как на фугасный мини-рыб раскидывает троих. Ульту здесь в сцене, играет он на бастионе, делает он минус 2, минус 3, сейчас еще попытается добить Люсио, убивает еще и Люсио. И неплохо реализовал ульту. Забрал он троих, соответственно, подамажил еще по одному, четвертому игроку. И команда Вентус Сувервотч никак не может подобрать ключик к этой обороне. Вот взяли они теперь Рейнхарта, поменяли они, взяли еще одного саппорта вместо Гэнджа второго. И рыб, рыб, держит пока что свою ульту. Эх, потерял. Хороший фраком, ну, не фраком, а Мэннетен, разбивает адскую шину, попадает по ней. Ивок умирает. Зэйв, у него есть возможность поднять одного Гэнджа, но, наверное, он не будет это делать. Скорее всего, посвящались они в Тимспике или где-то, они используют связь, и решили не поднимать одного Гэнджа. Очень быстро ломают щиты Рейнхарту, там и Бастион, и Туретка стоит, и Крысавчик еще заливает свои гранаты, но... Тяжело, тяжело заходить красной команде на точку, а... Эх, Бастион не добивает Гэнджи, который зарезает... Зарезал он за это Олбу, и еще падает... Просыпается команда защиты, вот не добил Бастион Гэнджа, и тот сделал два минуса, Хотя, конечно, МКЛ дав минус три, собственно, по самому цене и... Еще трем героям, кажется, он убил Саппорта и Инженера, захватывают точку А команда Вентус Овервотч. Едут они уже на Грузию, продвигают они повозку, на которой стоит перчатка Рока, Думфис, простите, Думфис. Называется это перчатка. Так. Встречаются у нас команды на узкой улочке. Кидается флешка от МКЛ, и хорошая за спину Рейнхарту. Это минус, минус Твидди. Убивает еще рыба. Рыб взял обезьяна. МКЛ делает хороший минус два, но вот защищающийся убивает Гэнджи. МКЛ во второй раз убивает рыбы, которого уже успела поднять ангел защиты, а именно Детониан. Умирает Сейни. Проигрывает он дуэль своему оппоненту, снайперу Мэнеттону. И продолжает двигать телегу, двигать груз. Ребята из Вентус Овервотч. Довольно быстрая у них атака получается. Очень уверенно они пушат эту повозку. Добрались они уже до второй контрольной точки. Но помним мы, что на карте Нумбани основные проблемы у команд начинаются где? Правильно, на последних вот этих вот метрах, на последних поворотах, поскольку защите здесь быстрее всего бежать от респы. И к тому же здесь всего два направления атаки. Это вот главные ворота и второй этаж. Даются защитные басы. Эвока приняли. Отлично. Он хотел уже зайти в спину, ультовать. Пошли вторые басы. И защитники откинули, откинули атаку. Овервотч Кингс накопили три ульты. Есть подъем у Адетониана, есть ульта у Олбы, а именно Хайну. И есть еще раскидка у Рыбы, которую он сейчас как раз связает, чтобы откинуть МКЛ, который в полете попытался законтролить Спрей. Сейчас убивает его Рыб и... Олба. Олба будет ли как-то реализовывать свою ульту или решит сохранить... Ух, убивает он с одного... Все-таки ультанул, убил он Снайпера. Неплохо он так раздает. Он сначала убил одного героя, потом увидел, как подняла Мерси. Троих дал он флешку, убил Ангела и забрал с помощью Хайнуна, а именно ульты, снайпера команды Вентус Увервотч. Отбились, отбились ребята из Увервотч Кингс. Сохранили они всего лишь одну ульту, а именно ульту Мишера на Люсио. Олба. Не стал он контролить Спрей, не стал он все выстрелы давать в щит Рейнхарта, поскольку подумал, что его могут зацепить. Это, в принципе, правильно отошел. Ультанул в троих у нас... Танк атакующей команды, Растер, МКЛ. Получает очень много урона Саппорт, Зейв и умирает. Собирается опять команда Вентус Увервотч вместе, их только что откинули от точки, и... Будут они предпринимать еще одну атаку. В принципе, времени у них достаточно на 3-4 полноценной атаки, на то, чтобы убить всех соперников и довести груз. Ну, посмотрим, смогут ли они, успеют ли собраться, подобрать ключик к этой обороне. Ультует Вдова, чтобы был Вижен у союзников. Эвок, Эвок нашел здесь Вдову, убил ее. Но Твиди и Рыб забирают танка и саппорта атакующей команды. Правда, ни того, ни ключевого саппорта они забирают, хотя у Зейв и нет все равно ульты. Ультует здесь и Вок, откинул он Ангела от Этонина и ловит ульту Твиди. Рыб, есть у него ульта. Олба делает минус 2. Сейни забирает Уинстона. И, кажется, вновь отбиваются ребята из Overwatch Kings. Времени остается мало, полторы минуты, 2 атаки всего можно провести. К тому же есть 4 ульты у защищающихся. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, не стоит им сейчас все ресурсы вкладывать в защиту от этой атаки, в отражение этой атаки, но посмотрим, как получится. Полба заходит, делает фраг, Рыб скидывает. Обоих макри, которые взяли в Вентус Овервотч. Рыб, вот единственный, кто умер в защищающейся команде, но потратили 3 ульты. Потратили 3 ульты ребята из Overwatch Kings. И если Вентус Овервотч сейчас, телепорт джук... Так, ну что ж, заходят они. Взяли они двух танков. Бегут под боссами. Отлично, Растер заэвейдил разгон от Видео. Сейчас надо смотреть, где Адетониан, смог ли он дать ульту. Да, он смог это сделать. Умирает Цейни. МКЛ делает еще минус 2. Слушайте, красный-то убивает всю команду защиты. Не хватило. Не пережили они ульты. Не пережили они ультимативные способности в Вентус Овервотч. И на последних секундах довозят красная команда груз. 12 сантиметров осталось. Жнец забегает на точку. Мешает довести груз. Берут уже трейсерок, продлевают овертаймы, но... Не получилось. Да, вот так вот. Видите, вроде было 4 ульты, да, но... Все ульты потратили ребята из Овервотч Кингс на первую атаку, а вот на вторую атаку уже не хватило одной ульты Адетониана. Хоть он и поднял своих ребят, но потом появились... Появились ульты у двух Маккри, а именно у МКЛа и Мэнеттона, и все. И вот так вот их развалили. Ну, очень такая напряженная игра получилась. Первые... Напомню, это первая половина второй карты, карты Нумбани, в финале турнира Go for Overwatch от ESL. И сейчас мы будем смотреть следующий... Сейчас мы будем смотреть следующую половину вот этой второй карты. Демон Джек, привет! Приветствую тебя в чатике. Можно с тобой поиграть? Да, когда я провожу игровые стримы, вот, когда сам играю, можно, конечно же, добавляться и играть, само собой. Вот, внизу есть мой батлтак в описании канала. Вот, соответственно, подписывайся на стрим и приходи во время живых трансляций. А сегодня мы смотрим с вами Go for Overwatch номер 2. Я подумал, что ты играешь. Да не, мы смотрим турнир. Вот, в принципе, турнир тоже очень интересный. Я очень рекомендую тебе остаться, посмотреть... Играет у нас команда Overwatch Kings против Ventus Overwatch. Вот, игры довольно близкие получаются. Вот сейчас на последних секундах Ventus Overwatch в первой половине удалось... Удалось все-таки переиграть своих оппонентов, и довезли они груз, дотолкали до конца. А так, по будням, обычно, днем, я играю, да, можно присоединиться, покатать, получить на 20% опыта больше, само собой, это всегда приятно, всегда важно. Вот. Какое граффити на турбосвина. Свинюшка в маске вот этого героя. Класс. Да. Прикольно. Так, интересно, как проходит тренировка команд. Просто играют в онлайне против шести рандомов? И против шести рандомов катают. Вот, я видел Cypher, да, вот, он по КД, вот, в день, чуть ли не по шесть, по восемь часов они играют. Не знаю, играет ли он один или с командой, но времени много проводят, и большая часть в рандоме. Ну, возможно, играют какие-то игры свои с приглашенными оппонентами. Началась у нас атака, у Ирвач Кингс теперь играют за красных. В защите есть два солдата, один инженер. И взяли все-таки танка, это турбосвин от Эвока. Минерал делает со своей пушки и туретки два минуса. Это помогает его также тиммейтам, что делает Сэнни. Видимо, ждет всю свою команду, чтобы начать атаку в шестером. Рыб взял Бастиона в атаке. Ну, мы видели вчера эту тактику от Overwatch Kings, кажется, когда влетали они на точку, буквально влетали под ускорением Люсио, там становился к стенке Бастион, раскладывался, а в это время его прикрывал Рейнхард Твиди. И они врывались так, садились на точку, и Бастион успевал за то время, пока жив щит Рейнхарда, убивать двух-трех героев. Вот, собственно, то же самое делает сейчас Рыб. Сделал он минус по Инженеру, пытается он убить солдата, но точка уже почти захвачена, солдаты врываются прям непосредственно в героев. Зэйв, Зэйв ждет третьего фрага. Что же ты ждал, Зэйв? Ох, вот это вот микро ошибка, он хотел, он ждал, пока умрет его третий тиммейт, чтобы поднять троих, но эта ошибка стоила его команде первой точки, точки А. А напомню, Вентус Овервотч нужно удержать до последнего объекта, и нужно удержаться хотя бы где-то. Да, вот такая вот ошибка от Зэйва, не стал он поднимать двух героев, и получил выстрел в голову от Сейни, который играет неплохо на снайпере. Вообще снайперы у всех команд профессиональных неплохо отыгрывают, вот, но есть вот буквально, можно отметить, несколько игроков. Заметная их игра прям вот на снайперах, отлично они аимят, Уолба заходит в спину, убивает с помощью флешки танка, делает минус по Мэнатону, и не убивает Люсио, не законтролил он спрей, либо не было патронов в Миротворце, не обратил я внимания. Ультует здесь, убивает только одного Мэнатона все-таки, и его пригвозил к стене Растер, но Сейни, Сейни добивает еще двух оппонентов, а именно двух саппортов, Минерала и... Минерала и Зэйва, соответственно, саппортов защиты, Ангела и Люсио. Есть две ульты у Overwatch Kings, сейчас вот на этом последнем отрезке уже очень решают ультимативные способности, рыб, есть у него Турбосвинста, так называется, ульта этого героя, который... на которой наносит в сумме суммарно 4000 урона, вот, даже больше, Сейни заходит к нему в мели, почти что обезьян, но он его все-таки убивает с помощью тиммейтов. Олба, Олба делает минус два, убивает Макри, убивает танка, Сейни добирает Ангела, и... Да, это Тим Вайб, Тим Вайб, выходит команда Вентус Overwatch из респауна, и надо как-то останавливать груз, остаются последние метры, запрыгивают уже туда. Ух, ультует МКЛ, свелся он уже почти по всем, но щит выдерживает весь урон, и разваливает Overwatch Kings своих оппонентов, минус шесть, это фул Тим Вайб, забирают вторую карту Overwatch Kings, ведут они со счетом 2-0 в финале турнира Go for Overwatch. Вновь лучший момент матча от Сейни, и посмотрим, как он здесь нарезал. Это вот самый-самый конец, убил он здесь, помешал ультануть МКЛ, и сделал еще минус по... Ох, там, да, там, мне кажется, все-таки MVP надо было бы дать Твиди, который уронил четырех героев, потому что вот этот вот лучший момент матча, честно говоря, не торт. Не так много на низ за Серона Сейни, как вот, например, решил своей ультой... решил своей ультой, соответственно, Твиди. Да. Неплохой матч у нас, правда, уже 2-0 выигрывают Overwatch Kings, и третья карта может стать для них победной и решающей. Я просто скоро 40-й левел, кстати, какой у тебя просто интересно. У меня 50... Ой, 61-й, кажется, левел, вот, ну, это не так много, вон у нас есть в чатике Maddox Pro, у которого 130-й, кажется, и... я, конечно, со своим 61-м чувствую себя таким, знаете, скажем так. Ну, не так много я наиграл в Overwatch, не так много. Пока что. Так, поставлю я сейчас заставочку, а то секунду, ребята. Все равно у нас пока такая небольшая техническая пауза. Да, 140-й левел, ой, 130-й левел, Maddox Pro, Dark Prime, еще раз привет, если я с тобой не здоровался. Всем большой привет, ребята, Дед Мороз еще подошел в чатик, вот, всем привет, кого не видел, усаживайтесь поудобнее, нас ждет третья карта финала между командами Overwatch Kings и Ventus Overwatch. Дело не в уровне в скиле. Ну, да, да. Хотя, левел, да, это, получается, время, которое вы играете, да, в Overwatch, и чем больше вы времени отыграете, ну, скорее всего, у вас какой-то прогресс будет, и в скиле, соответственно, тоже. Вот, поэтому, я думаю, уровень все-таки немного, но решает такая полезная вещь. Так, началась у нас уже третья карта, это будет Голливуд. Overwatch Kings играют в защите теперь. Вот это пик у них. Три Люсио. Ну, Люсио здесь нужен для того, чтобы довести быстро симметру до точки, которая поставит на одну, на две турели больше. Показывают нам постеры к придуманным фильмам Blizzard. Интересно. пришли от beyond the moon. Ага. Повторили мои слова англоязычные комментаторы. Да. Ну, развлекаются, пока идет подготовка к бою. Ставит туретки Мишер. Вот, видите, у него 23 секунды, да, туретка откатывается, скажется, 12 секунд, и вот он успеет еще поставить как раз две туретки. Вот, есть у него 4 из 6, слева вы это можете видеть, внизу, и вот он сейчас поставит последнюю, раздаст он всем щиты. Ну, просто тебе могут провозить крутые пацаны, и у тебя сотый левел, понимаешь. Да не, не согласен я, ну, не совсем согласен, но потом мы это обсудим, ребята, потому что у нас началась игра. В защите имеется симметра, имеется танк, стандартно все для Overwatch Kings, взяли они, правда, вместо МакКри солдата, оба играют на солдате, а не на МакКри, а в атаке Overwatch Kings пикнули 4-х кор-героев, и еще фару плюс снайпера. Мэнэттон умирает, убивает его рыб, закидывает он его со своими гранатами, играет на красавчике, и в пятером остались Вентусу Overwatch, им нужно заходить на точку, но снайпер их мертв. Сейни, скорее всего будет сейчас забираться выше, да, выше, искать оппонентов, искать фраги, ага, выходит уже снайпер, и вылетает фара, держит, держит, держит Зейв свою фару, поднимает урон, и с другой стороны зашли Растер с МКЛом и забрали они четырех героев защиты. Влетает Адетонин, поднимает двоих, но его тут же убивает Мэнэттон и, скорее всего, не выдержит здесь Overwatch Kings, отдают они точку А, и возвращаться им нужно назад. Пикнули они почему-то двух солдат, не знаю, вот мне кажется, Макри здесь лучше зашел бы, пока не пофиксили, что называется. Мишер успел на последний лифт наверх и команды, скорее всего, как обычно, будут встречаться на втором этаже, но не спешат Overwatch Kings забираться наверх. Эвок, есть у него ульта, взлетает он наверх, здесь находит снайпера, надо забирать, не попадает он прямыми выстрелами, но хватает ему, в принципе, урона. Ух, как раз скинул троих, скинул с крыши солдата, остались на крыше Рейнхард и Люсио. МКЛ здесь давал ульту, но никого не нашел, никого не увидел, поэтому потратил 50%, но забрал рыбу через флешку. так, пытается сломать щит твиди, сломал его, сломал твиди, сломал еще олбу, убивает снайпера, МКЛ разошелся. Довозят они груз до второй точки, рыб залетает сверху, использует трюк с гравитационной вот этой волной на ешку, которая прожимается, но все-таки упускают они груз, пропускают груз дальше и надо защищаться уже будет на последних метрах. 7 минут им нужно продержаться в защите, это довольно много, я думаю, ключик Вентус и Увервотч смогут подобрать к обороне ОВ Кингс, но давайте смотреть. Мэнэттон подрубает ульту, чтобы был вижен для своей команды, понимают они, где находится оппонент, они стоят просто в главном проходе и теперь ломают щиты, Олба ломает щит Рейнхарту нападения, зашли они уже всей командой за телегу, пошли ульты, падает 4-5 игроков защиты, остается в живых только рыб, упал ангел, поэтому она не смогла поднять своих и рыб тоже умирает. Кажется, это очень-очень быстрая точка для игра, хотя нет, смотрите, выходит, выходит, ребята из Overwatch Kings с респа, дается ульта от Твиди, ранее это на двоих, но тут поднимает всех Зейв, всю свою команду ультой, и да, раскидывают они вышедших с респы Overwatch Kings, который, кстати, Цейни уже взял трейсерку, чтобы продлевать овертаймы, но не получилось. Вот на последнем моменте, да, почему развалилась так команда Overwatch Kings, потому что там ультанул Reinhardt, положил он всех, закончились из-за того, что щиты у Reinhardt защиты, и, собственно, всех там, вот, да, поднял Зейв здесь всю свою команду, и поэтому победили. Вот, а вот до этого момента был, там зашла команда Windows Overwatch за счет ульты Reinhardt, за счет ульты Растера, поэтому на последнем отрезке вот так вот зарешал он. Это не рейтинг, тут паровоз не нужен, так как за победу дают немного больше, чем за проигрыш. Да, согласен. Я про это и хотел тоже сказать, что здесь бусты пока что не решают, пока они ввели рейтинговую систему, которую, кстати, опять же, обещали со следующим патчем. А до скольки играют? Играют до трех побед по картам, но, соответственно, каждая карта вот такая вот с контролем, ну, с грузом, да, карта с грузом, она играется сначала в защите, одна команда играет, потом в атаке. Вот, кто быстрее довез, тот и победил. У Ventus Overwatch шикарнейшее время, они довезли груз, видите, за 3 минуты 46 секунд, они их почти ни разу не остановили Overwatch Kings их атаку, почти ни разу. Вот, соответственно, Overwatch Kings теперь нужно самим с такой же скоростью продвигать груз и побеждать, побеждать на этой половине, чтобы выиграть в турнире Go for Overwatch от ESL. Комментаторы заказывают закуски в кинотеатре, хотят они попкорн. Огромные цены, видите, на попкорн, там 250 долларов, на попкорн, я вижу и два напитка, попкорн с начис, вообще 350 долларов, не знаю, видимо, у них там обесценился в 2030 году доллар, вот, и какие-то проблемы испытывает экономика одной из стран, а именно Америки, потому что это карта Голливуд, вот, ну, не знаю, не знаю, давайте вернемся к игре. Вентус, Overwatch, теперь играют в защите, у них есть, у них абсолютно идентичный пикс, вот как защищались ребята из Overwatch Kings, кроме того, что они взяли все-таки Макри, МКЛ играет на Макри, место, ну, у них не было Макри в тот раз, у них был снайпер, а вот Макри все-таки, мне кажется, решает, а Детониан решили ворваться под вот эту свою скоростную страту Overwatch Kings, взяли они двух, простите, Уинстонов и Люсио, но разваливаются, разваливаются очень быстро, рыбы припечатали, и Мэннеттон разбирает трех героев команды атаки на своем солдате, уверенно, четко, быстро, не получится так у Overwatch Kings в атаке, их так быстро разобрали Винтуса, пошла вторая атака, ультанул там Растер, поломал поломал он атакующие редуты команды Overwatch Kings, но Мэннеттон опять четырех забирает на своем солдате и убивает пятого, точнее, троих он забрал, добрал сейчас четвертого, но пятого помог забрать МКЛ, и удерживают, удерживают точку точку а ребята из Винтуса Overwatch эвок, накопил он уже на ульту, играет он на крысавчике, ломает щиты рейнхарту и запускает свою адскую шину, поедет скорее всего сверху, да, со второй этажа, сейчас направо упадет, нет, решил выйти как бы из, и взорвал Люсио, но не так выгодно, ух, МКЛ прервал ульту, Сейни, Эвок убивает сам себя, не знаю, как у него так это получилось, видимо, гранаткой взорвался, Мэнэтон забегает в сторону, да, написали гуд гейм ребята из Overwatch Kings, и счет у нас стал 2-1, 2-1, выиграли эту карту в Вентус Overwatch, слушайте, ну, игра равная, 2-1, одну секундочку, так ребята, извините, я здесь, какой программой можно сделать макрос, чтобы при нажатии одной клавиши срабатывали две по очереди, честно говоря, не знаю, макросами я не пользуюсь, вот, знаю только вот, что в клавиатуре от Razer, да, у меня клавиатура от Razer, это Black Widow, там есть ПО такое, Razer Synapse, и его можно использовать для записи макросов на вот этой клавиатуре, то есть у Razer есть такая функция, но я ей не пользуюсь, вот, я думаю, можно загуглить, чтобы вот срабатывали две клавиши по очереди, к тому же, там даже, насколько я помню, там есть возможность выставлять тайминг, через сколько будет срабатывать эта клавиша, но, опять же, повторюсь, я не пользуюсь макросами, поэтому не шарю, не могу посоветовать ничего. Вот. Ребята, если у вас появились какие-то вопросы, задавайте их, пока у нас здесь идет смена карты. Так, одну секундочку. Так, я снова здесь. Как думаешь, что выиграет? Хм, интересный вопрос. Ну, ставочки какие-то я бы не делал, но, честно говоря, Overwatch Kings выглядит немного по собраннее, и все-таки у них больше опыта, как мне кажется. на турниры, на каких-то команда более именитая, и... Не знаю, правда, какая будет следующая карта, но, я думаю, они соберутся, и им осталось всего лишь одну карту выиграть. Я думаю, они смогут. Вот. Вот так вот. Я думаю, что Overwatch Kings выиграет. Посмотрим. И тех, и у других есть и шансы. Зависит только от исполнения, и вот, как мне показалось, и Overwatch Kings на Голливуде в защите, они просто прогадали с пиком. Вот, пикнули они снайпера, да, но им нужен был Макри. Им нужен был Макри, чтобы останавливать чужого Макри, убивать танков. Нужна была флешка. Грубо говоря, нужна была флешка. А вот останавливать было некому, прерывать ульты, и поэтому они так быстро отдали и точку А, и так быстро их прорашили, пропушили их груз. Открою я окошко, ребята. Ждем мы начало игры. Показывают нам твитер-рекомендаторов, но думаю, это не так интересно. Но помню, что был анонсирован недавно крупный турнир от ESL. Они будут на Gamescom разыгрывать 100 тысяч долларов. Будем смотреть. Карта, четвертая карта, соответственно, в этом противостоянии Kings Row. Тоже одна из самых популярных карт. И в атаке будут играть команда Overwatch Kings. В защите, соответственно, Вентуса будут играть. Пикнули они двух Макрей в защиту, пикнули двух саппортов, Крысавчика и Танка. Соответственно. Ждем начала атаки. Вот. В атаке есть Гэнжи, есть Ханзо. Ну, Ханзо, скорее всего, репикнет на... Что-то мне подсказывает, что репикнет на Вдову. Цей, да, Цейни репикнул Вдову. И в два солдата опять играют Overwatch Kings. Не стали они брать Макри. Вот это, конечно, интересно. Пытаются они отойти от стратс Макри. Рыбу заряжают очень быстро щиты. Уже 60% разогрева есть. Воу. Разогретая заря страшна. У нее в 150 ДПС левой атаки получается умирает здесь Мишер, умирает Олба, два солдата и тем. отправились на респу с первых же секунд. Флешка влетает от Мэнтона по двоим под саппорту и заре убивает он зарю, убивает саппорта и еще добивает танка. Вот он Макри во всей своей красе. Флешка по двоим убивает двоих с помощью одной атаки, отходит перезаряжается убивает третьего, прокатывается вперед на кувырке перезаряжая тем самым револьвер добивает четвертого. Дает он ульту, решил он убить хотя бы кого-то и нет, отменит, отменит, 50% ульты и сохранит. Олба поставил он. Ну вот солдат, ну не знаю, как-то он не смотрится пока что. В пике у них, в пике у атакующей команды эти два солдата, они пока незаметны. Ультует там Сейни. Попытался он там выцепить МКЛ, который ультовал, но тот опередил и убил соответственно снайпера и еще одного героя атакующей команды. Крысавчик, Эвок, запускает ульту на точку, взрывается в щиты, рыба, вот эта вот ошибка, заряжает полностью ему щит, но рыба припечатывает растер и убивает заряженную вдову. Отбивается Вентус Овервотч спокойно пока что на точке Овервотч Адетониан восстанавливает он хп, ждет пока выйдет Олба с респы и да, вот взял, видите, взял все-таки Олба Макри, рыб пересел на зарю и взяли еще Люсио. Майндтен, хороший минус под видео, через ульту, не забрал он ангела, спас Люся своего саппорта, но все равно, все равно Мэнетон на Макри забирает одного, флешку кидает, забирает рыба, Макри, конечно, силен, и как герой, и в руках Мэнетона конкретно. Хороший АИМ спрей-контроль позволяет убивать вот так вот быстро даже героев с четырьмя сотнями ХП. Забегают под... Воу, ульта от рыбы пошла, в двоих он ее дал, но здесь басы от Минерала спасают свою команду. Продолжаются фраги сыпаться от Венда СОВЕРВОТЧ, добивают они еще двух героев, но тут Олба, Олба включился на своем Акри, сделал он минус по шине Крысавчика, убивает он также Мэнетона, который терроризировал его команду на протяжении вот последних двух минут в атаке, и ультует сам Мэнетон. Минус один, убивает еще Твиди, у него было мало ХП, убивает Олбу, и с помощью Ангела, который его держит еще в живых, откидывает, откидывает, пытается откидывать с точки атакующую команду, но все, все, перехватили точку А, Overwatch Kings, и теперь будут дожидаться груза. Да, видите, уже Вентус и Overwatch хотели брать трейсер, чтобы добегать до точки, продлевать овертаймы, но... не овертаймы, простите, а спаривать точку, но... не получилось, репикаются сейчас у них герои, и взяли обратно они стандарт, только Ивока посадили теперь место крысовчика на фару. Рыб имеет в своем распоряжении ульту, Сейни тоже есть ульта, Мишер также три ульты у атакующей команды, я думаю их сейчас реализуют красные игроки и доведут дело до второй точки. Ультует Сейни, убивает двоих, под ульту рыба, поднимает правда всех здесь ангел, даются басы от красной команды Сейни сейчас попробует убить ангела, нет, не добивает, но Олба помогает ему это сделать, да, доводит, доводит до второй контрольной точки груз ребята из ОВ Кингс, Адетониан, держит он Сейни под плюс уроном, но не знаю, будет ли он его воскрешать одного здесь непонятно, ждет, 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 нет, не стал, не стал, правильно, сохранил ресурсы, цейни, потому что сейчас придет со всей командой, к тому же Адетониан остался там наверху и может потом поднять команду как только она умрет, да, она здесь получает, дают много ультов, ребята из Вентус Овервотч, они не знают еще, что может ангел там всех поднять, вот смотрите, они забрали троих и Адетониан тоже убивают, хотя он успел всех поднять, но выживают, выживают в четвером команда Овервотч Кингс и вынуждены они отступать, даются еще басы, басы Вентус Овервотч, теряют они двух героев, Сейни на фаре делает минус три уже, есть у него ульта, роняет в спину здесь Ох, Рокет Бараш пошел ульта Фаррес соответственно убивает он двоих но выжил здесь Рейнхард в защите и держит он точку хотя умирает здесь в живых есть Твиди есть Заря Зарю убили Зарю убили у Зари была ульта но под нее нет урона нету какого-то урона есть вот ульта Зари у Вервотч Кингс и сейчас еще появится ультат Види то есть два ультимейта которые фиксируют как бы соперников а урона нет не накопили пока на ульту Цейни который имеет 50% кстати 2 минуты остается ультует МКЛ в открытую но не убивает потерял 100% заряда ульты надо обязательно найти Ангела обязательно надо найти Зейва который вот-вот так Цейни видит он Ангела надо добирать добирать надо саппортов в первую очередь и храняет двоих героев Растер Цейни прерывает ему ульту МКЛ и отбиваются отбиваются ребята из Вентус Овервотч закончились ульты у всех но есть 2 минуты Овервотч Кингз чтобы что-то придумать чтобы зайти чтобы накопить ульты я думаю это 3 атаки будет это будет 3 атаки суммарно пошла вот первая Рыб врывается он к снайперу и Ангелу пытается убить Ангела не получается там остается половина ХП где-то прыгает к снайперу добивать надо нет все-таки добил добил убирает еще Ангела умирают все почти герои защиты остаются только здесь обезьяна и минерал давать надо басы чтобы как-то выжить здесь на точке Цейни никак не может забрать обезьяну все-таки сделал минус МКЛ пикнул трейсерку чтобы продлевать были овертаймы даются басы защиты остается 1 минута минута 17 пытается МКЛ выцепить Ангела убивает падают уже три героя атакующей команды и все разваливается атака остается там в живых только никто не остается в живых все умерли да отбились отбились вендус овервотч и последняя атака от овервотч кингс сейчас будет есть у них три ульты а детонеу ну главное жить чтобы после того как разменяет свои ульты защищающиеся поднять всю команду мкл пикнул трейсерку вместо макри видимо он хотел продлевать овертаймы но сейчас заходит в спину к олбе олбу держит держит адетонен и да олба отлично убивает два их с ульты и потом в трейсерку кидает флешку и добивает ее сэйни также делает минус два и все таки довезли довезли овервотч кингс довели дело до конца довезли груз до финальной точки и и собственно у нас будет вторая половина тэй привет тэй герои не засыпают именно как у вас прошел стрим там с джусом я сегодня смотрел даже хотел думал врываться на стрим там поиграть чуть-чуть но что-то как-то не сложилось привет привет интересно у нас довольно проходит финал между командами овервотч кингс и вентус овервотч сейчас нас ждет вторая половина четвертой карты ворвался бы мы взяли а так хорошо посидели уютненько да я помню эти чудесные шуточки там ладно не буду не буду ну ворвался бы да что-то по времени как-то не сложилось я было уже зашел такой думаю сейчас катнул сыграл одну игру и что-то надо было отойти вот в общем в следующий раз в следующий раз ворвусь обязательно так поменялись команды местами и собирают они сейчас свои пики овервотч кингс в защите взяли стандартный пик два саппорта маккри танк снайпера и крысавчика соответственно а в атаке в атаке пока что вентус овервотч развлекаются смотрите они взяли пять торбьернов но не показывают не замечают пока что кастеры этого момента там наверняка в круг выстроились турельки да и поставлена вот такая вот ульта вот будет хоровод шведы будет хоровод вокруг Уинстона класс прикольно еще есть эмоции у Зейва прыгает он так забавно подвивает ножки прикольно но берут они уже стандартные пики и будут они сейчас атаковать их задача захватить захватить точку а и добраться до конца победив на этой карте только тогда они смогут перейти к пятой карте этого финала началась атака умер тут же Эвок рыб его забирает Сейни делает минус по МКЛ Олбо ждут команды ждут пока отхиляют своих танков вот растер мы видим на лоу хп Сейни Олбо делает минус 2 Цейни умирает от Эвока умирает еще Олбо убивают ангела нападающей командой у которого кстати был рез и я думаю атака сейчас прервется должны они будут отойти перегруппироваться дождаться своего хила и только потом только потом они будут атаковать так жмутся не знаю ждут чего-то врываются под скоростью влетает здесь ангел но получает хороший хэдшот от Зейва Зейв также забирает еще МКЛ простите Цейни забирает МКЛ идут размены у нас на точке идет борьба 3 ульты есть у защищающихся Цейни надо ох убирает он минералы как же стреляют эти вдовы вы посмотрите какой же у них классная им Олбо есть ульта заныкался он здесь так за стеночкой думает что его не увидят но в принципе нет у снайпера у атакующей команды флешка хорошо заходит флешка по как же грамотно разыграли комбинацию защищающиеся игроки зашла флешка через щит рейнхарта который врывался и держал щит для своей команды и соответственно ультанул твиди уронил он четверых и забирают троих героев атакующей команды ребята из Overwatch Kings класс отлично разыгранная комбинация хороший тимборк и соответственно со связью у них с коммуникацией все очень даже неплохо Олба ультует по четверым но решил спрыгнуть он ух и всех подняла ангел атакующей команды адетонен сейчас должен поднимать четырех героев поднял он только троих Олбу не зацепил нет ульты уже у эвока пытается он выцепить вдову нет закончилось топливо не взлететь уже туда рыб на лоу хп запрыгивает наверх закидывает гранатами сейчас будет садиться кидать ульту залетать надо с левой стороны нет не так в открытую же ты же только одного смог зацепить эх мне кажется ему надо было объехать слева чтобы забрать двоих как минимум игроков но все равно еще есть возможность отбиться у ребят из Overwatch Kings хотя неуд уже точка горит нет у них никого на точке и нет все возможности уже нет потеряли не точку а довольно неплохо много времени они потратили много времени они потянули для того чтобы у них было время как бы на уже соответственно провоз точнее защиту от проведения груза до финального объекта и двигают уже точку двигают простите груз к первому повороту ребята из ОВ кидается ульта Зари стягивает четырех игроков Мэнатон в свою черную дыру и забирают их ребята из Вентус Overwatch провозят груз дальше выживает только Адетониан из защищающейся команды он уходит ждет своих тиммейтов и лечит он Цейни и неужели дадут да дадут скорее всего дойти до второй контрольной до первой точнее контрольной точки эх рыб почти он убил МКЛ убил МКЛ тот все-таки ультанул но забрал не так много народу Растер молотом подметает Люсио и при этом рассыпается вновь команда Overwatch Kings последний поворот им нужно пять минут держаться напомню напомню закончили эту карту Overwatch Kings только на последних 15 секундах соответственно им нужно меньше времени чтобы было на таймере забирает рыб в око то есть им нужно еще держаться довольно долго им нужно еще держаться 4 минуты минимум в защите если они хотят победить на этой карте и соответственно в турнире рыб 50% ульты есть у двух у трех героев из команды Overwatch Kings Адетониан и еще один саппорт Мишер сейчас будут две ульты спасительные которые будут поддерживать в живых свою команду Сейни роняет четырех героев убивает Ивок не показали нам к сожалению этот момент но шикарная ульта от Ивока четырех он забирает всех поднимает теперь Адетониан сам собственно умирает четыре героя остается в живых у команды Overwatch Kings пытаются навязать борьбу сделать размены но не получается доталкивает красная команда груз до точки здесь умирает Олба пикаются уже трейсерки пытаются не продлить время прыгают бегают на точке Адетониан живет но умирает следующий следующий кто будет продлевать время Твидди взял тоже трейсерку тоже умирает Олба решил остаться на Макрим правильно делает нужно выживать от этого танка убегать терять себя внимание но слушайте Вентусу Overwatch довезли все таки точку и видите пять трейсерок взяли уже в защите Overwatch Kings но не получилось не получилось у них удержаться и счет становится 2-2 интересно у нас все таки гранд финал говорил я о том что вроде бы будет у нас какое то такое легкое легкая игра какая то будет для Overwatch Kings а вот не тут то было 2-2 счет и нас ждет финальная решающая карта класс интересные игры и гранд финал конечно же интересно смотреть напомню сражаются команды за 150 евро и 100 очков в системе рейтинга ESL которые потом можно будет конвертировать в invite на финал месяца в котором будет разыграно 500 евро вот ну так же само собой команды пытаются сейчас засветиться в сфере Overwatch потому что комментаторы многие отмечают что англоязычные особенно отмечают что сейчас за сценой происходит такая некая внутренняя игра спонсоры ищут себе команды подписывают коллективы и ищут вот такие вот яркие звезды ярких игроков яркие коллективы и собственно подписывают контракты хотят они вкладываться вот в Overwatch в развитие киберспорта поэтому ребята если напомню если вы сейчас как-то заинтересованы в Overwatch вы играете возможно и у вас есть стак или вы только хотите приобрести игру и ворваться на профессиональную сцену в принципе сейчас есть все шансы команд еще не так много относительно того сколько будет там я не знаю как если Overwatch наберет свои обороты да разгонится дисциплина это то команд будет гораздо больше и ворваться на сцену будет сложнее а сейчас есть все шансы абсолютно все вот и вот такие вот турниры еженедельные это отличная возможность показать себя отличная возможность поиграть посоревноваться с коллективами посмотреть стратегии посмотреть можно также стримы вот например я стараюсь вам рассказывать все фишки которые я сам знаю и которые мне также говорят ребята из чатика которые шарят вот поэтому вливайтесь ребята вливайтесь овервотч это интересно и поиграть интересно и посмотреть довольно зрелищная такая дисциплина к тому же нас ждет в конце июня патч с дополнительным контентом новыми героями надеюсь близарды вот лично мои ощущения сейчас не хватает саппорта еще вот двух трех саппортов которые чтобы был хотя бы какая-то была какая-то вариативность потому что вот есть только сейчас Люся пикается часто и пикается часто ангел зинья то он такой неиграбельный в про играх саппорт потому что ну он играет такую роль недоподхил да он слэш недо такой дамагер вот и его можно использовать только как-то вот с ультой но сложно сложно реализовать этого героя симметра используется только в защите соответственно четвертый саппорт кроме тех которых я назвал и вот как-то по моим личным ощущениям не хватает не хватает саппортов потому что дамагера есть 6 штук танки 5 штук защитники тоже 6 и вот саппортов только 4 героя представлены поддержка также напомню вы в чатике можете задавать вопросы я постараюсь на все ответить всех еще раз приветствую сейчас я посмотрю а ребята как у вас тут дела задавайте вопросы постараюсь на все ответить на твиче никого нет в принципе только может быть медекс про если там смотрят или смотрят на гуд гейме итак нас ждет последняя карта последняя финальная карта уже будут играть посмотрим сейчас на какой карте честно говоря не знаю о пике вот не говорили нам о пиках англоязычные комментаторы это итак итак Итак, сейчас только что рассказали о комментаторе, а именно справа сидит Джейсон, кажется, Каплан, его зовут. Он сейчас рассказал про то, что будет в конце месяца, в конце июня, будет финал Госсу Геймерс, именно ежемесячный финал. Туда будут приглашены 12 команд, которые играли на турнирах Go for Overwatch. Насколько я понимаю, это те команды, которые занимали топ-3 места. И будут приглашены еще 4 команды, соответственно, всего будут 16 команд, 12 команд приглашены, и 4 команды, которые наберут лучшие очки по рейтингу тоже, соответственно, из этих турниров или из турниров, которые также проводит ESL. Будут они все приглашены, будет там играться Double Illumination сетка, и поборются они за главный приз, то ли 500, то ли 900 долларов, ой, евро, простите, 900 евро, значит, будет составлять этот денежный приз. Здесь, соответственно, ежемесячные финалы, я думаю, мы их посмотрим. По-моему, они будут 29 июня, я еще дату, конечно же, уточню, вам все расскажу, ребята. Но у нас начинается третья решающая... ой, пятая решающая карта. В противостоянии Overwatch Kings и Ventus Overwatch, соответственно, игра идет до трех побед, и последняя карта будет Иллиос. Это очень здорово, здесь никакого времени, только чистый захват точки, режим похож на царя горы, соответственно. Залетает команда синих, а именно Ventus Overwatch на точку, раскидывают они трех героев из Overwatch Kings, и захватывают контроль над объектом на первой карте развалины Иллиос в первом раунде. По пикам есть трейсерка у Overwatch Kings, две трейсерки, нет у них, правда, Маккри, так мною... Я так его форсю, чтобы его пикали, потому что действительно сильный герой, даже вот просто по его способностям. Но трейсерки тоже не пальцем деланы, видите вы, как Олба и Адетония на пару разбирают трех героев из Ventus Overwatch и захватывают контроль над объектом. Олба, ух, хорошо нам показывает здесь, как можно запрыгнуть на второй этаж. Интересный мув, запомню я его лично, честно говоря, не знал. И ловит, ух, ловит Мэнатон Олбу. И вторая трейсерка тоже умирает от МКЛа, тот ультует, забирает еще саппорта и, кажется, ух, убивает Твиди. И все, перехватили вновь объект Ventus Overwatch. Довольно ровная игра идет, то одна команда перезахватывает точку, то вторая. Две трейсерки собираются вместе. Есть ульта у Адетонияна. Ух, и у Олбы тоже есть ульта. И мне кажется, сейчас надо как-то под ульту рыба одной из трейсерок заходить, а второй, соответственно, развлекать в спину всю команду соперников. Перехватывают они объект. Рыб. Надо ультовать. Ультуют там в троих или в четверых. Пошел разгон от рыбы, разогнался он, убил там троих. Даже, вот, использовали они еще ульту двух трейсерок и потратили, мне кажется, слишком много ресурсов. Сейчас вернутся в Ventus Overwatch, у них есть три ульты, и перезахватят они точку. Потому что Ove Kings, у них только есть басы от Люси. Не хватит им этого. Ну, мы сейчас посмотрим. Ох, как заходит в спину! Ну, это, кажется, был Адетониан. Да, я думал, трейсерку пикнули кто-то из Ventus Overwatch, но это не так. Видит здесь, видит здесь снайпера Олба. Как же так, не получилось забрать с первой попытки. Вносит огромный урон. И добивает все-таки он снайпера. На точке здесь у нас идет борьба. Evo ультует, разбирает... Ох, две ульты в него вбросили. Трейсерки и Олба и Адетониан. Адетониан умер. Потратили две ульты на Турбосвина, но оно того стоило. Синяя команда заходит на точку. МКЛ до сих пор живет. 30 хп, некому его добить. Влетает от зари шарик, но слишком далеко, и он уже отхилился. МКЛ. Есть у него ульта. Перезахватили точку. Синяя. Ventus Overwatch. И... Есть у них ульта только вот у МКЛа. Слушайте, они взяли трех Маккри. Это контрпик к трейсерке. Слишком они... Ну, скажем, не боятся, но слишком их напрягают, эти трейсерки. И через три флешки можно забирать... Можно забирать и трейсерок, но вот получается у них такой довольно хрупкий пик. Герой с малым количеством хп заходит в Синяя, убивает только одного саппорта, а именно Зейва и Нангеля, и сам тоже умирает. Трейсерка тоже погибает от Уинстона, но при этом остается один игрок красной команды на точке. Это Адетонин, живых. Перехватывает он объект, и... Увертаймы заканчиваются, не успевают Вентус, Овервотч, вернуться на точку, все они умерли. И... Что ж, первый раунд остается за командой Увервотч Кингс. Вторая карта у нас будет вот этот берег моря. Не колодец, не колодец, то есть если понадобится третий решающий раунд, если сейчас Вентус, Овервотч выиграет этот раунд, то третья карта будет колодец, а вот эта карта, кажется, город, или как-то так называется. Жнец популярный в пиках. Да, довольно часто он пикается, вот видим мы сейчас Адетонин на Жнеце, часто он на нем играет, против больших целей, типа Уинстонов, типа Танков, типа Рейнхартов. Он очень хорошо заходит, потому что урон у него получается полный, влетает. Две трейсерки у каждой из команд, четыре трейсерки на карте, это будет много экшена. Будет очень интересная сейчас такая, в некотором смысле, эпилептическая игра. Да, вот, у меня уже кружится голова от того, как быстро крутит мышка МКЛ, прыгает он во все стороны, а вот Олба и торопится куда-то. Адетонин, вот эта вот любимая позиция Адетонина над выходом из точки, но у него сейчас нет ульты, я бы ее не стал сразу так палить. У него нет ульты, а вот в следующий раз он может ее реализовать, иметь в виду позицию и ультимативную способность, зайдя вот так вот в спину четырем. Мы видели эти мувы от Overwatch Kings вчера на турнире. Адетонин, убивает он Зарю, Зейв сел на Зарю, не стал он брать здесь Ангела, но здесь Ангел, в принципе, на этой карте особо и не нужен, потому что она довольно короткая, близкая, и соперники всегда могут зайти к твоему саппорту во фланг. А были Ханзо? Нет, Ханзо очень редко пикается, вот я видел всего лишь... Вообще, честно говоря, наверное, не видел ни разу Ханзо, пошел у нас здесь замес. Вот у него полный разогрев, но вот не хватило, не было хила еще, вот не подошел Мишер и... Мишер, есть у него ульта, но отбивается без ульты, а Детониан делает минус два, и вот сейчас он вместе с ультой может забираться вот на ту позицию. Он так и делает, на позицию над входом, сейчас он будет ждать, как команда соперников будет выходить. Интересно, вот сейчас нужно показывать не от Детониана, да? А где пойдет атака от Вентуса Увервач? Ага, вышел, здесь Жнец, так, на чеке, на получеке выходит, вылетает, и сейчас Детониан будет ультовать спину. Нет, не ультует, ну ультуй же! Нет, он решил так разобраться с оппонентами, подумал, что хватит ему урона, и в принципе урона хватает, потому что потратил ульту рыб, но спалил позицию. То есть, если Вентус Увервач до этого могли ее забыть, они, конечно же, о ней знают, но могли забыть, то сейчас они точно теперь о ней знают. Минерал под боссами, заходит вместе со своей командой на точку, пошла ульта от трейсерки, рыб, рыб делает минус два, ну вновь Увервач Кингс раскидывает всю команду соперников, продлевает Овертаймы, продлевает еще Растер, и не забегает все, гудгейм! Гудгейм, пишут ребята из Вентус Увервач, и победу празднует команда Увервач Кингс. Победили они со счетом 3-2 в упорнейшем противостоянии в финале второго еженедельного турнира от ESL Go for Overwatch номер 2. Посмотрим мы лучший момент матча от Твиди, но здесь шикарнейшая ульта Зари, а именно рыба, и много очень урона, просто ПАОЕ внес Твиди, и поэтому показали его лучший момент матча. Спасибо, ребята, всем, кто смотрел это видео в записи, а мы продолжим смотреть турнир, теперь уже от Госу Геймерс, и вам советую посмотреть следующее видео. Спасибо за просмотр!